всем привет как всегда спасибо вам за то что пишите комментарии за то что смотрите вот это все за то что материально поддерживаете канал и вообще за то что мы с вами слушаем отличную музыку спасибо вам за это не знаю почему я вас за это благодарю но так уж лишний раз все равно наверное приятно так что merci baku да как говорится как говорят наши западные западные партнеры да ну а я вспоминаю продолжаю вспоминать свою любимую группу the rolling stones дёте бог пластинка которую многие не любят я знаю а многие любят например я люблю как и практически все что записала спела сыграла и сплясала группа the rolling stones концепция важно концепция и звук и мысль музыкальная мысль композиторов джаггера и ричардса она меня потрясает продолжает многие годы продолжает потрясать нас а я не шучу код дети бог история этой пластинки меня веселит безумно хотя она чрезвычайно драматичная и почти кроваво и ужасно и страшно но по прошествии времени самые неприятные вещи кажутся довольно легкомысленными и в целом и сомневается достаточно комично но за исключением действительных трагедий в частности смерть я на стюарта в момент сведения записи этого альбома и это был шок конечно для группы и здесь даже на вкладке отмечено этот альбом посвящается яну стюарту спасибо стю за 25 лет буги буги ну собственно говоря один из основателей практической группы дронинг стоунс ян стюарт от сердечного приступа совершенно неожиданно скончался когда пластинка была уже почти готова и оставалось сведение доведение там разные технические вещи все остальное конечно это умопомрачительно началось все с того что восемь четвертом году ричард с супругой приехали в свой дом на ямайку и там встретил питер тоже удолбанный озлобленный весь участок вся квартира в говне в буквальном смысле этого слова там козы паслись всякие и все в этом козлином говне и питер тоже был страшно зол потому что две пластинки на лейбле rolling stones у него уже вышли вторая пластинка продавалась плохо вместе к мэн который я очень люблю кстати говоря и количество продаж далеко не всегда играет далеко не всегда извините за выражение коррелируется с качеством музыки пластинка действительно очень хорошая я про не помню даже говорил в каком-то ролике но потом она стала продаваться лучше сначала как это дело не пошло и тоже был страшно озловлен кричал что ненавидит ричардса сейчас достанет свой автомат а к м и перестреляет и ричардса и жену ну ричардс просто взял его за шкирку выгнал из дома и сказал чтобы я тебя больше гад не видел после чего питер тоже разорвал контракт с компанией rolling stones с с лейблом rolling stones а потом через некоторое время вообще ну по прошествии времени определенного просто умер такая трагическая трагичная неприятная судьба в общем трагическая история но с точки зрения визита ричардса в собственный дом к козлиному говну и петру то что с автоматом акм это достаточно за это напоминает мне фильм blues brothers в целом в том же 1984 году знаменитая история произошла когда чарли уоттс вломил хорошо кулаком мику джагеру когда тот позвонил ему и искала это мой барабанщик поднимай свою задницу и приходи немедленно ко мне в номер чарли уоттс пришел и вломил как следует джагеру в лоб сказав что ты это не я твой барабанщик это ты мой долбанный певец и так развивалась история создания предыстория создания этого альбома джагер начал заниматься своим сольным альбомом 6 босс который получился очень плохим на самом деле и по продажам и по качеству музыки но он абсолютно никакой при всей моей любви к дороге к стоунскими к джагеру как артисту пластинка не удалось покупали и только из-за того что на и было написано миг джагер мы покупали не особо в общем ошибка джагер записывал этот альбом во время работы над duty walk и с ричардс у него были большие контры потому что ну не знаю почему ричардс хотел одного джагер другого и они в общем общались все меньше 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 дошло до того что ричардс билл уайман чарли уоттс и рон вуд сидели в одной студии записывали музыку от джагер в другой студии в том же помещении занимался другими делами уже записывал голос там и что-то доводил что-то делал и в процессе записи неожиданно мог взять и улететь куда-нибудь в другой город чтобы заниматься там своим альбомом что бесило ричардса страшно потому что никогда доселе такого не было чтобы в процессе записи один из музыкантов уезжал заниматься сольным альбомом своим или с какими своими делами обычно все свои дела и сольные проекты откладывались на потом а главная работа была это ровинг стоунс но здесь так уже совсем все было плохо и пожалуй главная заслуга джагера в плане производства этого альбома кроме его атомного пения здесь я к этому подойду главная заслуга заключалась в том что он привел продюсера стива лиливайта молодого парня современного экспериментатора мастера звука человека который работал с extc с питером габриэлом с youtube и с кучей артистов первого эшелона и ричардс это дело одобрил к удивлению всех окружающих сказал что уже пару десятков лет группа работала без продюсера сами записывали свою музыку сами и производили и начали уже путаться уже так сказать ум за разумом стал заходить и сказал что невозможно столько лет находиться одновременно и в камере звукозаписи и в аппаратный получается раздвоение личности и на качестве музыки этот отражается не очень хорошо и стив лиливайт сделал все как надо сделал все очень здорово всем очень нравилось и лиливайту в первую очередь потому что он говорил что работать роллинг стоунс для него было сплошным наслаждением его сначала не приняли потому что он был молодой парень а тут уже были тут ведь роллинг стоунс уже являлись взрослыми мужами изрезанными шрамами покрытыми шрамами от непростой рок-н-ролльной жизни за несколько десятков лет уже обросли броней вросли обросли корки покрылись броней но очень быстро они нашли друг друга или левать говорил что это просто полный кайф потому что эти люди приходят в студии кроме джаггера приходят в студию берут инструменты начинают беспрерывно джимовать не не минуты простое не 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 было просто сразу из люди упертые в музыку обожавшие то чем они занимаются пришел закрыл дверь взял гитару и понеслось и из этого всего рождались песни лиливайт их собирал помогал в аранжировках делал звук и в общем пластинка получилось очень хороший но не заканчивается на этом история братьев блюз потому что чарли оц помимо того что вломил джаггеру в процессе записи уже в студии находясь порезал чем-то руку ему стало сложно пользоваться рукой поэтому подменяли иногда собственно рон вуд сыграл на барабанах в песне слепту night божественной песни который написал и спел кит ричардс она завершает этот альбом там еще есть правда скрытый трек после неевка в финале немножко играет ян стюарт на фортепиано вот но вот это слепту night очень неожиданный номер после адского адского рока поистине пластинки duty walk неожиданно баллада красивая проникновенная ричардс поет очень хорошо другое дело что голос его может многим не нравится он такой сипловатый тусклый но спето очень хорошо потому что ричардс еще в юности пел в церковном хоре в детстве в юности и сольфеджио ноты все у него как все в голове и в голосе все с этим в порядке чем очень хорошая песня рон вуд сыграл на барабанах там кроме рона вуда на барабанах играл еще два человека стив джордан который потом стал барабанщиком the rolling stones и антон фига такой перкуссионист известный в музыкальных кругах но на этом все не закончилось потому что чарли вот страдал наркозависимостью и алкоголизмом одновременно и лечился 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 но не очень вылечился потому что спускаясь по лестнице однажды упал и сломал ногу все это в процессе записи происходило со сломанной ногой совсем было тяжело играть и ричард все рвался в тур скорее 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 в процессе записи все происходит я напоминаю да джаггер сказал что их категорически в таком состоянии чарли вотца мы не берем а без него мы никуда не поедем и тур не состоялся что взбесило окончательно ричардса но на этом дело не закончилось один из звукорежиссеров звукоинженеров в процессе записи все происходит прямо в студии упал на пол разбил то ли стеклянный столик то ли что-то еще изрезался весь залив кровью всю аппаратную но на этом дело не закончилось происходило еще масса событий например фестиваль life aid в 1985 году где отдельно выступал миг джаггер и отдельно кит ричардс и рон вуд которые сопровождали боба дилана в гримерке когда они встретились бобом диланом боба дилан сказал что я не знаю вообще какие песни я буду петь поэтому выходим на сцену и начинаем играть и ричардс вудом совершенно ошалели от такого подхода но вышли на сцену дел он запел песню которую они не репетировали и не знали но они как-то худо-бедно в общем что-то на акустических гитарах стыдливо улыбаясь исполнили при этом за кулисами заглушая все репетировал лайнер лайнер ричи со своим идиотским хором суперзвезд с отвратительнейшей песни we are the world we are the children которые я терпеть не могу с самого начала и она меня тошнила от этой пошлости неземной и они так орали за кулисами что ричардс и вуд не слышали то что поет боб дилан в общем как это все происходило на а это фестиваль да вот этот самый лайф эйд грандиозный в общем позорище было страшное но люди любили всех артистов поэтому все прошло хорошо и на этом дело в общем то практически закончилось а альбом получился на удивление самый наверное роковый самый яростный самый тяжелый самый жесткий самый злой из всего что записали the rolling stones ну достаточно просто две вещи взять one hit to the body первое и заглавное dirty walk one hit to the body это школа игры на электрических гитарах как и многие песни the rolling stones прекрасная работа стива лиливайта во первых как он все это обработал все эти сто гитар которые как любил делать кит ричардс я не знаю сколько там записано гитар потому что мы дабл треки и и и не дабл треки в общем звук абсолютно ломовой гитарный в одном канале в другом канале все это переливается перекликается синкопа играет ричардс блестяще просто изумительно ну и сама песня dirty walk ломовейшая просто крутейшая очень смешная песня to root это кавер который поет тоже кит ричардс она в чистом виде я майкский регейтер и даб в стиле липери записано с огромной реверберации все 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 это в красофорианском космосе находится очень правильно все сделано очень здорово но халим шафл кавер который стал хитом мгновенно и в общем все 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 с такой яростью да кстати говоря самый back to zero так разработана так так она наверщина с таким умом сделано как она из такого бешеного рока стиле металлическая диска который придумал дэвид боури до определение это переходит неожиданно в 50 раз убыстренный даб неожиданно 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 кто-то где-то сказался даже похоже на токен хэдс я там не услышал токен хэдс я услышал даб просто нормальный но ускоренный невероятно и ярость пение джаггера который был страшно озлоблен на всех и все она здесь выплескивается просто фонтаном один критик написал джаггер тут практически не поет а только орет нет нифига поет будь здоров как поет но хрипит как любят люди которые обожают тяжелый рок хрипит орет поет все в ноты все круто и настолько эмоционально что прижимает к дивану я сейчас прижмусь к нему и буду пить чтобы как-то пережить вот эту пластинку дёте бог the rolling stones точнее просто rolling stones уже без определенного артикля пошел пить пока